Ой, сейчас для видео для хейтеров, всем хейтерам приподняться, даю пищу самые вредные привычки, то бишь пьянство, курение и каким образом это влияет на продолжительность жизни. Вы знаете, я не буду делать выводов из того, что я скажу, я просто приведу конкретные факты. У меня в орбите моего видения присутствует семья, в которой сын умер в 30 лет, будучи красивым, потрясающим парнем, призером всяческих олимпиад, известным спортсменом, человеком, ведущим исключительно здоровый образ жизни. Он умер в 30 лет от онкологии. И его папа, который пьет уже на протяжении последних 30 лет, на данный момент ему уже 76 или 77 лет. Я лично видел, как он сжрал из мусорника и так далее, и так далее. И он живой, красивый и портит жизнь всему району. Поэтому делайте выводы сами. Насколько вредны, я не говорю, я не оправдываю, я не говорю о том, что человек должен сжрать из мусорника, бухать, и тогда он будет долго жить. Нет, может быть, если бы он не пил, не курил, то он бы жил 300 лет. Но ситуация примерно такая. Иммунная система человека, иммунная система человека, это очень интересная вещь. И у кого она сильная, она держит все, что хочешь. А у кого она слабая, ничего не получается. В первую очередь, естественно, нужно поднимать иммунную систему. Плюс к этому, конечно, нужно заниматься собой и искоренять вредные привычки. Я не за вредные привычки. Но я просто говорю вам о том, что нету такого понятия, вот человек что-то... Кстати, у меня был еще один знакомый, который имел несколько стоматологических кабинетов. Вел исключительно, так сказать, правильный образ жизни. И в 40 лет умер от рака прямой кишки. Каждый из вас может сказать, да как это, что же это такое, вот у меня сосед бухает и живой, и красивый. А хорошие люди-то, они это самое. Надо заниматься собой. Нужно на ранних моментах заниматься иммунной системой, а иначе ничего не получится. Потому что микроорганизмы селятся, 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 селятся. Я еще раз повторяю, друзья мои, загруженность планеты микроорганизмами огромная. Поэтому инопланетяне здесь не ходят. Лишних тут нету. Здесь только есть наши, так сказать, люди. Я еще раз говорю, занимайтесь своим здоровьем до того, как начались проблемы. Потому что только говорить о том, что вы не будете пить и не будете курить, и поэтому вы проживете долгую счастливую жизнь, это совершенно смешно. Я отслеживаю блогеров, и Настя знает много хороших людей, которые никогда вообще не видели ни сигарет, ни это самое, умирают от онкологии. Дети умирают от онкологии. Поэтому микроорганизмы это вам не шутка. На сегодня все.